Удаемкий краудсорсинг и как его организовать? Спасибо, здравствуйте. Я буду рассказывать о нашем проекте Dissernet. В основном немножко об истории, что мы делаем, зачем все это. Попутно буду останавливаться на технологии, насколько я понимаю, это главный интерес, акцент здесь. А вы мне помогайте вопросами, чтобы так было в интерактивном режиме, будет здорово, потому что я больше акцент, у меня традиционное выступление, я часто выступаю с этой тематикой, но акцент там именно зачем все это нужно, что мы делаем, как мы это делаем. Ну давайте, вот Dissernet от слова диссертация, конечно, но все-таки наша главная цель, это все-таки не диссертация, мы изучаем институт, или хотите, рынок репутации в России. И институт репутации можно представить как систему сигналов. Ну, самый простой пример, вот, просто чтобы понимать, о чем идет речь, вы приходите в поликлинику, и там видите объявление, консультация специалиста 500 рублей, консультация кандидата медицинских наук 1000 рублей, консультация доктора медицинских наук 2000 рублей. Вот это сигналы вам. Вы не знаете, сигналы реальные или липовые. Вы хотите заплатить больше денег, но хотите получить за это хорошее качество. Вроде сигнал правильный, да, но что за этим стоит, непонятно. Идея состоит в том, что источник сигналов, он посылает различные сигналы, да, вот, тут разные, так сказать. Но сам источник, если он гнилой, то он все, ну, это наш опыт уже, да, это сам, то все эти сигналы тоже гнилые. И мы концентрируемся на всего лишь на одном простом месте, это ученые степени, диссертации, это на них просто-просто, их просто анализировать, просто, так сказать, разбираться, что стоит источник этих сигналов. Да, началось все в Германии. Сначала был министр обороны Цугутенберг, это было примерно 2-3 года назад, в его диссертации нашли много-много плагиата. И в течение короткого времени он лишился не только поста министра, но и с ученой степени, и в конце концов покинул страну даже. Вот так вот выглядит анализ диссертации в Германии. Вы видите, такой, так сказать, это как, это самый штрих-код, каждая вот полосочка, она говорит о странице диссертации, каждая полосочка кликабл. И раскрывается, значит, сравнение, видно, что это такая тонкая-тонкая работа, и видно, что вот типичное, значит, сравнение двух стран с диссертацией в Германии, да, это, так сказать, диссертация анализируемая, это вот источники. И видно, что, так сказать, вот тут разбирается, так сказать, страница может содержать сразу несколько источников. То есть это в Западной Европе плагиаторы, они люди такие, ну, многодельные, они работают над диссертацией, они копируют по страничке, воруют по строчке. У нас все по-другому. Значит, у нас, так сказать, одним большим, обычно большим куском, там, вся диссертация, в этом случае обычно плагиатор, ну, уже ты плагиатором не назовешь, он просто меняет обложку, пишет другой титульный лист и все. А все остальное внутри остается по-старому, вместе с орфографией, картинками, графиками, в общем, всем-всем-всем наполнением. Ну, и видно, что вот у нас уровень закраски, вот этот квадратик, это отдельная страница, вот если она полностью закрашена, то это вот все просто списано, да, все списано с одного источника. К чему я все это говорю? Я думаю, что в нашей, так сказать, вот, краудсорсинговой, краудсорсинговом нашем проекте очень важно понятие модульности. То есть задача, которую получает волонтер, она должна быть как можно максимально локализована. И модуль, значит, в Германии это одна страница, либо группа страниц. Значит, просто волонтер берет на себя, действительно так и происходит там, он берет на себя, вот, ответственность за вот эту вот, одну страницу, или две там, или три, или группу страниц, и дальше с ним копается, да. У нас модуль, это целая, значит, диссертация. И, да, немецкий проект называется «Врониплаг». И если сравнивать «Врониплаг» и «Диссернет», то оба типа системы горизонтальные, они, то есть у них нету административной вертикали, ну, или практически нету, да. И что это означает? Это означает, что у проекта нет головы, нечего отсекать. Это большое преимущество, особенно в нашей стране. Но, с другой стороны, это означает гигантский поток информации, то есть вот эта в плоскости информация, так сказать, идет по многим каналам. Это безумное количество мейлов, да, то есть там надо фильтры всякие придумывать. Значит, это, так сказать, в чем мы одинаковы с Германией. Мы у них много учились, да. Платформа, она в основном в Германии открытая. Они работают как в Википедии. То есть я даже зашел туда и исправил ихнюю главную страницу. Никто мне ничего не сказал. Потом я исправил свое исправление наобратно, да, то есть вернул все. Такое, конечно, нельзя, так сказать, даже допустить у нас. Поэтому они, значит, открытые Вики и реально они обмениваются не имейлами, а на форуме. Все сидят на открытом форуме. В России, значит, в диссернете доступ ограниченный для, так сказать, членов диссернета и внутренняя почта. Ну, я говорил про модули. Отдельные страницы, да, так сказать, ну вот это свойство просто плагиаторов, ну так, так сказать, устроен плагиаторный мир на Западе. А у нас по-другому, поэтому у нас книга целиком. Это имеет свои преимущества и недостатки. Недостаток основной это производительность. Диссертации в год примерно 50, вроде плаг, и в России это тысяча примерно. И, значит, эффективность в контексте политической системы. То есть в Германии их работа, значит, этого проекта весьма эффективна с точки зрения, там действительно лишают степени, там действительно люди покидают свои государственные посты. Значит, их увольняют из клиник, там много же медицинских диссертаций. Значит, к сожалению, у нас с политикой совсем другая ситуация, у нас совсем низкая. Да, что я хотел на этом слайде вам сказать, кто является клиентами диссернета, то есть тех, кого мы проверяем. То есть это не откровенно слабые работы, это не работы, содержащие плагиат. Плагиат имеется в том смысле, что человек что-то позаимствовал для своих целей. Ну, например, ему там нужна какая-то научная работа, но часть он у кого-то спер, и, так сказать, вот для этого самого, для цели своей научной работы. Черная, это небольшая доля, это клиенты диссернета. Их нельзя назвать плагиатчиками. Они просто используют другие тексты, чужие тексты для набивки своей книги. Очень часто они не только не пишут свои работы, они не только не читают свои работы, они их даже просто не видели никогда. То есть это вот особый такой тип клиентов, и их очень много в России. Вот несколько примеров. У нас есть такой губернатор Владимир Груздев, и он самый богатый чиновник в России вообще. Ну, владелец седьмого континента, еще масса, так сказать, газет-пароходов у него. Ну, действительно, по Форбсу он самый богатый чиновник в России. Вот, но в чем парадокс? Он, почему-то, у него оказалась самая такая дешевая работа, самая тухлая. Вот, вот, списано просто все с одного источника. Вот, некого там, я не знаю, властырьков, да, какой-то, не знаем, кто это такой. Вот, что это означает? Это означает, ну, он не сам ее писал, он не сам даже заказывал эту работу. Это значит, что означает, что те люди, которые ему это все предоставили, они его просто кинули. А что это дальше означает? Это означает, что он просто не разбирается в своих референтах, он не разбирается в своих секретарях. Если ему завтра принесут проект моста через реку в Туле, то, так сказать, то, как он будет оценивать тот проект, как он будет оценивать команду? То есть, этот человек некомпетентный. То есть, мы не разбираем диссертацию, мы не говорим, что вот он там набрал с научной точки зрения, мы говорим, что этот человек сидит не на своем месте, реально. Вот этот товарищ Грузин, губернатор Тульской области. Вполне счастливый товарищ. А есть другие совершенно примеры. У нас депутат Игорь Игошин. Находчивый человек. Что он сделал? Он взял диссертацию по кондитерскому производству, конкретно шоколад. И написал, создал новую диссертацию по мясомолочной промышленности. Но использовал обычную контекстную замену. Белый шоколад он везде заменил на импортную говядину. Чёрный шоколад на отечественную говядину. Шоколад с орешками на говядину на косточке. Это сквозь всю диссертацию. Но это, так сказать, он не единственный такой, сейчас я покажу несколько веселых примеров. Но он был первый. Поэтому все диссертации такого типа внутри диссернетовского жаргона называется «Заегошить». Вот этот Игорь Егошин, вполне-то очень счастливый депутат Государственной Бумы. Единая Россия, очевидно. Что ещё? Да, вот такой пример. Вадимир Бурматов, у которого журналисты стали филологами. Это вообще прокурор. Тюремный бунт у него перешёл в отмывание доходов. Причём они же контекстную замену делают, а смысл они никак не меняют. Поэтому там встречаются такие места, когда в отмывание доходов, институция про отмывание доходов, а речь идёт о том, что портят имущество в колониях. Это вот во время бунтов. И непонятно, значит, пока они там отмывали доходы, они сапоги себе попортили. Или что-то такое. В общем-то, это довольно весело. Ну, вот ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайловна, она из Якутии, из Якутии, у неё взяла диссертацию из Калининграда и переделала на Якутию. Калининград, значит, в Якутию превратился. Это вот такой вот тип, с которым мы имеем дело. Другой тип, это, вот мы рассмотрим на примере, опять же, депутат Владимир Васильев, известный человек, зампредседатель Государственной Думы, опять же, Единая Россия. И мы видим, значит, что он списал у другого депутата, его, так сказать, соратника по этому самому, Сергей Абельцев. Это тот самый, которого Шендерович назвал «Животное Якутию». Значит, как это получилось, что один депутат у другого списал? Ну, не он же сам списал, значит, что-то там было такое интересное. Оказалось, что у них, да, вот «Животное Якутию», перекочевало в Васильева, генерала Васильева, оказалось, что у них один и тот же научный руководитель. диссернет присмотрелся к этому научному руководителю, это вот некий профессор Аванесов, а дальше оказалось, что он одну и ту же диссертацию продал восемь раз. И все это, все в основном, это, так сказать, генералитет какой-то. Вот генералы, прокуроры, вот это его специфика. Фантастическая. И почему это интересно? Мы такие вещи называем гнезды. И работаем мы часто, значит, с этими самыми гнездами. Эти гнезда принадлежат к определенным фабрикам диссертаций. Они не появляются в вакууме. Ну, это было не самое плотное гнездо. Вот профессор Стерликов, который наплодил, ну, здесь довольно мало, но, по-моему, там больше 30 у него, значит, диссертаций, которые он, ну, его детей из этого гнезда, которому он примерно одни и те же тексты из одного и того же текстового мешка выдавал. Ну, так, значит, здесь у нас есть люди, которые занимаются и такой околонаучной тематикой, а диссернете уже и с диссертацией, между прочим, и дипломы. Облагиар. Облагиар. Поперять. Поперять. Вот. И изучаются различные связи, различные реакции. Я не буду вдаваться в детали. Здесь строятся графы по связям, направлениям вот граф очень интересный по экономическим диссертациям. В Москве известны два таких мощных кластера, фонтанирующих просто фальшивыми диссертациями. Это вот тот самый профессор Стерников, значит, это в МИЭМ, а это некий профессор Гапоненко в Академии Государственной Службы. И тем не менее, да, чем кластер характеризуется, у каждого кластера есть свой мешок с текстами. И они не делятся в основном с чужими. Но вот здесь вот здесь вот есть некая ниточка, где-то, так сказать, есть, так сказать, между ними серединка, где, видимо, так сказать, взяли оттуда и оттуда, из двух мешков. Ну, есть всякая всяческая статистика, это вот среди депутатов Государственной Думы, членов Федерации, губернаторы, ректоры. С какого-то времени, значит, у нас программные инструменты все время модернизируются, и вот от отдельных диссертаций, с которых мы начинали с самого начала, и ровно так же поступают, ну, анализируют немцы отдельные диссертации, мы перешли к социальным группам, ну, например, так сказать, вот там, все ректоры государственных университетов, вот там инструмент есть, который, так сказать, чешет по, так сказать, всем ректорам и проверяет эти диссертации. Оказалось, что это один из наиболее таких мест подверженных вот липовым диссертациям. среди ректоров очень много, в Москве особенно, почему? Потому что это теплое место. Реально доход ректора никто не контролирует, ну, и уровень ректора-то тоже там здесь замазан, конечно, и это очень печальное такое явление, совершенно неприемлемое. К сожалению, Министерство образования и науки не то, что слабо реагирует, оно сопротивляется этому, так сказать, не явлению, что среди ректоров много жуликов, а тому, что, значит, мы этих жуликов скрываем. и понятно, что вот часто говорят, у нас рынок липовых диссертаций в России, нет, у нас не рынок, у нас институт липовых диссертаций, это с государственной поддержкой на всех уровнях. Да, вот, опять же, вернусь к проекту немецкому Ронни Плаг, видно, значит, вот первые восемь диссертации, которые хронологически разоблачили, видно, что юрист, юрист, философ зачеркнуты, они все были лишены своих ученых званий и степеней. У нас же не так, у нас не то, что не лишают ученых званий, а эти ребята позволяют себе говорить всяческую несусветную глупость в ответ на вопрос, а что у вас там с диссертацией?